На территории волой вёске Алла Светлогорского района распочалося створение мемориального комплекса. Он станет местом памяти и проспаленные в годы войны вёске. 14-го студенья 1944 года тут загинули 1758 мирных жихаров, в 12 разов больше, чем у Хатыни. Об охвярах стало вядомо практически сразу после вызволения этой территории на концы студенья 1944 года. Але по неких причинах протяглый час объех имкнулися не узгадывать. У Алле побывали наши корреспонденты. Одным з перших идей у будавництва мемориала увёс Саала агучил светлогорский краязнаусый поэт Изяслав Котляров. И он же унёс и першие сродки на реализацию проекта. А прожатого по его инициативе летось у районе провели тематичный пленер з удделом беларуских скульпторов, членов Союза Мастаков. С шматонных каменёв яны зарабили 10 композиций с символичными назвами. Плач, молитва, память об опошнём дні, спалённая сердца алы. Будавництву мемориала – это не только заховання памяти об минулым, это проявление лепших духовных якостей людей. Я думаю о том, что если люди не помнят своего прошлого, то у них нет и будущего. Будущее очень зависит от прошлого. А забывать о том, что был фашизм и каким он был – это было, есть и будет преступлением. На передне Великой Айчинной у Алле проживали 168 человек. Зимой 43-44-го гэта территория оказалась у прифронтовой полосе. У связи с тем, что Алла находилась у глухой местовости, сюды пришли беженцы за 11 вёсок – сучасных Светлогорского и Жлобинского районов. У Снежни 43-го нехта забил двух оккупантов, каля размещанного на узкрайку моста. Яго рештки захавалися до нашего часу. Каля трох тыдня уже гары хавалися у леса, боялися, что спалять. Раніцы из 14-го студеня вернулися у дамы. Праз некальки годин сюды пришли карники. У Светлогорскім районі об этой трагедии памятали заусёды. Для мясовых школьников организовывали экскурсии. Правда, у сувязи с практически полной отсутствием дорог трапить сюды было непросто. А праша того, у вёсках жили люди, які яши памятали об падзеях студеня 44-го. Некальки чоловек здолили вырытаваться, хоть рассказывали об тым неохотно. Настільки тяжко було, навод празд 10 годзі узгадывать об пиражитам. Отряд был очень большой, около тысячи немцев, и поэтому крикнули, что немцы идут. И кто смог, мы стали убегать в лес, чтобы спрятаться. Среди этих людей ещё был и мамин двоюродный брат Саздодич, Селивончик Николай. Как получилось, что тоже он бежал, он был самый маленький. И немец насквал его овчарку, догоняет овчарка его раз с лапами, он падает на снег, подхватывается. И так несколько раз он только смог спасти, потому что немец пожалел не его, а пожалел свою овчарку. Сегодня у Алии дебу давниства мемориального комплекса. После подрыхтовки территории подшались обетонные работы. Зараз тут працуют некольки десятков человек и необходная техника. Основные работы ведутся на так званой «галонной улице», до ужинёю амаль 300 метров, и она выходит на братскую могилу. Минавито тут похованные 1658 мирных жахаров и 1020 загинувших при вызволении района червон армейцев и партизан. 1020 воинов и 1758 мирных жителей – это ли не самое трагическое место в нашей республике? Наверное, всё-таки здесь. Нам хочется, чтобы это место было обозначено краснолистыми, дикорастущими яблонями. Вы только вдумайтесь, как судьба могла распорядиться. Есть сорт этих яблонь, которые называются «Ала». Как плануется, открытие мемориала отбудется напереды дни 75-й годовины Перамоги. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко. Телерадио компания «Гомель», Светлогорский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова